Недавно в Якутии отметили 40-летие со дня прихода в республику железной дороги. Ее строили молодые люди, полные энтузиазма. Сегодня большинство из них пенсионеры, но это не отнимает того вклада, который они внесли в развитие якутских железных дорог. Продолжит тему Татьяна Вахнина. Богдан Станчук – пенсионер. На заслуженный отдых он отправился с должности монтера пути. На праздновании 40-летия железной дороги в Якутии Богдан Петрович был награжден знаком «Почетная доблесть». Награду мужчина с гордостью демонстрировал в редакции газеты «Алданский рабочий» на традиционные встречи в журналистской гостиной. Знаменательные железнодорожные даты для Богдана Петровича – глубоко личные праздники. Любые праздники для нас – это есть по рамке глубокие, потому что с детства и дети выросли здесь, и мы работаем здесь тоже всю жизнь. В редакции газеты встречи с интересными людьми проходят регулярно. В этот раз почетными гостями Алданки стали ветераны транспортного строительства. Татьяна Макеева – начальник планово-экономического отдела акционерной компании «Железные дороги Якутии». Когда ей было чуть за 20, она, по зову сердца, отправилась на легендарную стройку на берег Байкала. Женщина признается, если бы у нее вновь был выбор, она ничего не стала бы менять. Никогда не пожалеешь об этом, потому что это лучшие годы, особенно на БАМе. Путешествовать Татьяна Павловна предпочитает на поезде. Проезжая просторы Якутии и Дальнего Востока, где стальной магистралию пролегла юность, женщина испытывает сильнейшие чувства. Чувствую гордость за то, что есть и мой вклад в данные дороги. То есть рельсы останутся, мы уйдем. Поэтому щемящее такое чувство, ну, потому что это были молодые годы. Потому что 40 лет связано с железной дорогой. Это очень много. Воспоминания ветеранов транспортного строительства перевлетались с обсуждением положения дел в отрасли и с планами на будущее. Глава муниципального образования Алданский район Северин Позняков выразил уверенность, что железной дороги до Якутска быть. В свою очередь сотрудники компании «Железные дороги Якутии» затронули иной важный аспект. Необходимо начинать подготовку к празднованию четвертьвекового юбилея прихода магистрали в Алдан. Татьяна Вахнина, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.